Когда ему исполнилось 13 лет, к этому времени он уже выучил Куран. Выучил не просто Куран, с Тафсиром, выучил Тафсир. Очень много выучил хадисов. И подумал, говорит, надо мне брать другие какие-то знания. Был такой ученый из Египта, из ученых Мисра, Аллейф ибн Табит. Зар Аль-Харам, Аль-Каддарс, ثумма قال. Имам Шафия говорит, я пришел в 13-летнем возрасте в мечеть Аль-Харам, слушал урок Аллейфа ибн Табита. После урока он сказал, обратился к людям и сказал. О люди, знаете, почему на сегодняшний день есть разногласия, есть разделение в этой умме? То есть разделение этой уммы в том, что они разногласят в области арабского языка. То есть один на одном на речи говорит, другой на одном диалекте. Кто-то не знает правила арабского языка. Валлахи ман яти яджмау бейна тафсири, вал хадиси, вал луга, ла яджма Аллаху биги лумма. Клянусь Аллахом, аллейфмин Табит говорит. То, кто будет хорошо знать арабский язык, тафсир, хадис, вот эти три вещи вместе соберет, Аллах, Субханаму Аталия, посредством нее соберет эту умму, эту общину. Имам Шафия говорит, здесь я вспомнил маму, когда мне было три годика, когда она мне сказала, о, сыночек, я хочу, чтобы посредством тебя Аллах собрал, объединил эту общину. Потом он пришел к своей маме с ней советоваться и сказал, мама, я вот такой-такой-то урок слышал, аллейфмин Табит так-то так-то сказал, я хочу изучать арабский язык, то есть грамматику, красноречие. Тогда мама ему сказала, хорошо, говорит, но где можно изучать арабский язык? Фи Сахара, то есть обычно даже на сегодняшний день кто-то язык свой хочет учить, правильный литературный, он куда едет? В деревню, правильно? Там дедушки, бабушки, хорошо знают. Говорят, те нужно поехать в пустыню. Есть, также Аллах, Субханаму Аталия, говорит, то есть касательно арабского языка, то есть знание, обладая знанием те, кто могут выводить оттуда какие-то хукмы, какие-то вещи, то есть какие-то халали или харам. Однако без арабского языка это невозможно. Например, Аллах, Субханаму Аталия, говорит в сурате Юсуф, Шарауху, если так взять, переводится как Иштарауху, купили, но там имеется в виду в тавсире, что продали, бау. Или, например, Аллах, Субханаму Аталия, говорит, не приближайтесь к женщинам, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то есть разница между ядхурна, это когда у них закончится их цикл. Татахарна не когда закончится цикл, а когда возьмут они полное омовение. То есть вот эти тонкости арабского языка, чтобы понять Кур'ан, Сунну, нужно изучать хорошо арабский язык, грамматику. И тогда его мама сказала, пойдешь в такую-то пустыню, есть такой клан, они были именно грамотными в области арабского языка, хорошо знали арабский язык, литературный язык. То есть даже если посмотреть в историю, были ученые, не арабы, которые лучше знали арабский язык, чем арабы. Например, такой был ученый Сибауэй. Слышали о таком ученом? В Тарисе был перс. Он был Аджами, но, однако, он лучше знал арабский язык, чем его современники арабы. Даже один из его современников сказал, говорит, нужно пойти к Сибауэй домой и посоревноваться с ним, кто лучше арабский язык знает. То есть он иностранец, он нас обучает арабскому языку. Пошел к нему домой, постучался в дверь. Открыла его дочка в пятилетнем возрасте, пять лет ей. Спросил он у нее, где твой папа? Смотрите, как он ответил. Она ответила в такой стихотворной, в красноязычной такой форме. То есть братья у нас арабы, тут тоже среди нас есть, но она в таком чистом, красноречивом, стихотворной форме сказала. То есть имеется в виду, то есть отец мой пошел в пустыню для того, чтобы на охоту, чтобы принести добычу. И когда наступит темнота, то тогда он уже как бы вернется домой. Но она сказала такими этими словами. Этот араб ничего не понял, он сказал, если дочка пятилетняя у Сибауэй такая, тогда какой сам Сибауэй? Имам Шафия сказал маме, мама, я хочу брать знания. И тогда она его отправила, сказала, сыночек, пойдешь в пустыню и будешь изучать арабский язык у Кабиля Тегудейль. Это один из кланов Мекки, там они жили, были бедуинами, жили в пустыне. Когда он пришел туда, там он пробыл четыре года, изучал арабский язык. От четырнадцать до восемнадцать лет он изучал у них арабский язык. И когда мама его отправляла, сказала, то есть сыночек, ни в коем случае ты сейчас я тебя отправляю. Это его первое путешествие было в четырнадцатилетнем возрасте в пустыню Кабиля Тегудейль. Сыночек, ни в коем случае не ищи богатство. То есть не иди, чтобы там работать, зарабатывать деньги, бери знания, поясни, Аллах нам даст ризык. Он там у них обучился арабскому языку и обучился римая, то есть мог стрелять из лука. Хорошо, как мы сказали. Он даже написал книжку в области спорта. Если вообще имам Шафи написал сто сорок книг. Сто сорок книг, написал их за два года, когда был в Египте, в Мюсре. Кроме книги Ар-Рисайля, он ее написал в течение девяти лет. Восемнадцатая, когда ему там четыре года он пробыл, после этого там же у них изучал ансаб, альмуль ансаб, то есть родословную. То есть мог, например, человеку, например, скажет, он спросит, как тебя зовут? Меня зовут, я такой-то, сын такого-то. И он все о нем говорил. Ты из такого клана, кем был твой дед, кем был твой отец, где вы жили, какие истории с вами были. Вот этот трудословный, он имам Шафи хорошо знал. Когда сильно память у него была, сразу же все наизусть знал. Но однако один раз у него слабла память. И тогда он, в прошлый раз мы говорили вот этой стихи его, когда он сказал, он пожаловался своему учителю. Он сказал, что у меня слабая память стала. Он мне сказал, оставь грехи. Поистине знание Аллаха это свет, и свет Аллаха не дается грешникам. Знаете, какой грех у него был? Женщина, когда проходила, он нечаянно посмотрел в область ее пятки. Сразу же отвернулся. Вот такой грех был. Здесь удивительно, Субханаллах, человек, когда бывает, астагфораллах, с каким-то девушкой общается, которая не является и для него махарама, ни сестра его, ни жена, с ними дружится, общается, смеется. Астагфораллах, когда смотрит на харам, что он скажет в судный день Аллаху, Субханаллах. Поэтому мы должны, когда рассказываем истории о таких ученых, мы должны брать от них пример и стараться быть похожими на них. Вернулся в Мекку, тогда Маслема бин Халит сказал ему, давай ты будешь муфти в мечети Алхарам. Все, достаточно тебе брать знания, ты уже и так ученый. Тогда он говорит, я посоветуюсь мамой в восемнадцатилетнем возрасте. Мама сказала, нет, ты не будешь муфти. Говорит, я не хочу, не для этого я тебя воспитала. Я хочу, чтобы ты стал ученым и чтобы ты собрал эту умму в единую. То есть было разногласие, как мы сказали, между школой Малик и между школой Абу Ханиф. И тогда он не стал муфтием, отказался. И тогда он говорит, хорошо, нужно начать перед тем, как объединить их, нужно изучить их. Давай я начну с имама Малик, о ком мы говорили на прошлой худбе. У имама Малик есть книга, о которой мы сказали, муаппа, двенадцать тысяч хадисов там. Он говорит, нужно выучить эту книгу перед тем, как, то есть нужно мне пойти к нему подготовленным. Двенадцать тысяч хадисов. В эти двенадцать тысяч хадисов имам Малик приводит в начале хадисы пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, потом Аквалю Сахаба, слова сподвижников, потом Аквалю Таби'ин, слова таби'инов, потом Раю Ахли Мадина, мнение жителей Медины, и его мнение, имама Малик. Выучил он его эту книгу, двенадцать тысяч хадисов, за какое время можно выучить? Сможешь за месяц выучить двенадцать тысяч хадисов? От девяти до двенадцати дней, говорится, он выучил. Говорится, девять дней, в других рываитах говорится, двенадцать дней. Имам Шафия выучил эту книгу. Когда его спросили, почему так быстро ты ее выучил, он говорит, у меня не было денег, чтобы купить эту книгу. Я попросил ее у друга и выучил за девять дней и вернул ему эту книгу. Он тогда что? Когда он выучил, пришел, написал письмо на правителя Мекки. Пришел к Мекке и попросил его, говорит, напиши письмо на имя правителя Медины. Для чего, говорит, чтобы имам Малик взял меня в свои ученики. Два письма написал правитель Мекки на имя имама самого, имама Маликя, второе письмо на имя правителя Медины. С этих, то есть как бы, тут как бы у вас это как, то есть посредник, то есть правитель Мекки, за него вручается, говорит, что он хороший, как тезки ему пишет. С этим двум письмам пришел имам Шафия к правителю Медины. Я сказал, у меня есть письмо на ваше имя от правителя Мекки. Он прочитал, он говорит, я думаю, имам Малик не примет это. Он говорит, даже если я вернусь в Мекку, с тобой пешком пойду из Мекки в Медину, чтобы за тебя попросить, он не примет. Почему? Потому что имам Малик считает, что нету посредников в знании Аллаха, кто кем бы он не был. Имам Шафия сказал, говорит, не нужно к нему идти, говорит, пускай, ты его позови, он сам к тебе придет, ты же правитель. Тогда он что, собрал всех министров, правитель Медины, взял имама Шафия, с министрами, с такой колонной пошел к дому имам Малик. У имам Малик дом был, кстати, помните, когда мы говорили, имам Малик преподавал в мечети пророка Мухаммада, там, где делал шуру собрание А дом был, дом Абдулла ибн Мас'уда. Постучали в дверь, вышла Джария, вышла помощница. Тогда правитель Медины сказал, скажи, что правитель Медины здесь. Она вернулась, возвращается обратно. Имам Малик говорит, если у вас есть какой-то вопрос, то напишите на бумажку, он вам письменно ответит. То есть он всегда был заняты знанием. Если вы хотите получить урок, пришли на урок, то вы знаете мечеть, где он дает уроки, туда приходите. Тогда правитель Медины сказал, скажите, что у меня письмо от правителя Мекки, я хочу ему передать. Через какое-то время вышла опять помощница, поставила стул, имам Малик сел. Имам Шафия говорит, когда он сел, правитель Медины напугался. То есть такой был авторитетным ученым. Он говорит, что? У меня, говорит, письмо на ваше имя от правителя Мекки. Он почитал. Бросил на землю и сказал, это письмо я не принимаю. В знаниях нету посредников, кем бы он ни был. Тогда имам Шафия, опять же, как он был мудрый, взял это письмо и сказал, я имам Малик, ой имам Малик, меня зовут Мухаммад бенедрис. Мой отец умер, опять с этой точки подошел, что он ятимет и этот тоже ятимом был. Мой отец умер, когда мне было два годика. Мы из бедной семьи. Мы отдали свой дом ради того, чтобы получать знания. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты меня принял, свои ученики. Я знаю весь Кур'ан наизусть тафсиром. И я знаю, твою книгу выучил, Муатта. Тогда имам Малик посмотрел на него и сказал, как тебя зовут? Он говорит, Мухаммад бенедрис. Мухаммад и бенедрис. Он ему задает вопрос, как ты любишь знания? Опиши мне свою любовь к знаниям. Смотрите, как он написал. Как он описал, он говорит, клянусь Аллахом, когда я что-то новую информацию слышу, новые знания получаю, я в этот момент желаю, чтобы все мое тело было подобно моему уху, чтобы мое тело наслаждалось так же, как наслаждается мое ухо от знания. После этого он сказал, как ты бережешь знания, то есть твое устремление вот это вот к знаниям. Мое стремление к знаниям подобно маме, которая потеряла своего новорожденного ребенка и начинает его искать, и потом она его находит. То есть так описал. После этого имам Мали говорит, хотел его как бы сделать ему некий экзамен. Ты знаешь Кур'ан наизусть, да? Читай из сурата Ан'ам, где Аллах говорит, инна Аллаху фаликуль хабби ваннава. Он читает. Читай из сурата А'раф, ва ла идхулу на л'джанна, хатта я лиджу л'джамилу фи саммил хият. Он продолжает. Потом он говорит, я знаю муатта, ты знаешь муатта, читай. Он начал ему читать наизусть. И тогда имам Шафия говорит, я постеснялся, чтобы ему же его книгу читать. Он тогда говорит, зит я фата. То есть как ему понравилось, как он читал. Он говорит, сыночек, еще читай. Он почитал, опять остановился. Он говорит, зит, еще читай. Читай. И тогда имам Мали говорит, я сам уже в Аллахе инни. Он говорит, я сам уже некоторые вещи забыл, которые написал, потому что давно уже ее написал. Он говорит, хорошо, говорит. Поднял голову и посмотрел на него и сказал, я Мухаммад. О Мухаммад, инни арака анна Аллаха аапака нуран бисебаби л'илмил лази маак. Я вижу в твоем лице то, что Аллах тебе дал нур, свет, знаний, которые с тобой. И яка антузи ба хадан нур бил маасия. Ни в коем случае не стирай со своего лица этот свет через грехи. То есть не будь грешным, и тогда у тебя этот свет останется. И я тебя принимаю, беру в ученики. Но у меня есть два условия. Первое условие, чтобы ты не думал, что я тебя беру из-за письма правителя. Я тебя так беру. И второе, твое место будет в самом конце мечети. Потому что до тебя есть студенты, которые уже у меня учатся. И насколько ты будешь знать больше сунну. То есть выучишь хадис, ко мне приблизишься. И он настолько учил хадисы, что приблизился и сел уже на его место имама Малика. То есть сам за место имама Малика давал уроки. Девять лет учился он у имама Малика. И он сказал... 9 лет я сидел, брал у него знания. И все знания, которые были у Малика, я выучил наизусть. Теперь что осталось? Взял знания Медины, мадреса тал-хадис. Теперь осталось знания Ирака. Знания Абу Ханифы, мадреса тал-рай. Он что говорит? Обращаясь к имам Малику, говорит... То есть, ой, имам Малик, я взял твои знания полностью. Можешь ли ты мне, даешь ли ты мне разрешение, чтобы поехать в Ирак и брать уже знания Абу Ханифы, рахмаллах. Обычно, когда... Посмотрите, опять же, ученые. То есть, когда бывает, например, кто-то расходится с кем-то в каком-то мнении, начинает думать, что это его враг, начинает ругаться с ним, спорить. То есть, ты прав, я не прав. Имам Малик, у него, как и у Абу Ханифы, как у имам Шафи, у Ахмада, была одна цель. Довольствие Аллаха, субхану ва-та'але. Тогда имам Малик сказал, иди, и я тебе сам дам деньги. У тебя нет денег на дорогу, я тебе дам даже деньги. Тогда он поехал в Ирак. Имам Абу Ханифы уже не был в то время. Был его ученик Шейбани, Мухаммед Мин Хасин Шейбани, ученик Абу Ханифы. Он к нему поехал. Там долго не был, обратно вернулся к Малику. Когда вернулся к Малику, имам Малик спросил его, как ты, что ты? Он говорит, встретился с имамом Мухаммед Мин Хасин Шейбани. И говорит, я ему понравился. Тогда имам Малик предложил ему, чтобы он остался на его месте, проводил уроки за место имам Малика. Но имам Малик, тогда имам Шафи сказал, нет, то есть я должен не сяду на фетву, пока не полностью возьму знания, которые есть в Ираке. Знания школы Абу Ханифы, рахмахунлах. В то время имам Малик уже умер. Самое интересное, еще тут интересно, когда он вернулся, вот первый раз из Ирака, он зашел тихонько на урок имам Малика и сел рядом, закрыл свое лицо. Имам Малик задает вопросы, серьезные вопросы, и никто не знает ответ. Имам Шафи не хотел, чтобы он его увидел, потому что если бы он увидел его, он его очень сильно уважал, он бы встал бы, с ним поздоровался, обнял бы его, остановил бы урок. И он рядом с сидящим говорит, ответь так. Тот отвечает, у меня есть ответ, отвечает. Потом он опять задает другой вопрос, имам Шафи ему подсказывает, ответь так. Он встает, говорит, такой-такой-то ответ. Он говорит, встань, говорит. Говорит, я не знаю, говорит, обучил меня кто-то рядом со мной. И посмотрел это имам Шафия.